Праздничная молитва, жертвоприношение, большая ярмарка. Как в Дагестане отметили главный праздник мусульман Курбан-Байран, расскажем сегодня в выпуске. Поправки Конституции. За и против. На неделе в Общественной Палате Республики прошли жаркие дискуссии. Бесплатная медицина все еще есть. Третья городская больница Махачкалы не перестает удивлять доступными услугами и качественным медобслуживанием. Амуфтия Республики Дагестан, шейх Ахмад Афанди поздравил верующих страны с праздником жертвоприношения Курбан-Байран. Поздравителям текста и в частности говорится, Праздник жертвоприношения знаменует собой завершение паломничества к святым местам Большого Хаджа. Да примет творить совершенные паломниками обряды, а также все наши и их жертвоприношения и благодеяния. Прошу создателя услышать наши искренние молитвы, очистить наши намерения и щедро дарить всех нас здоровьем, счастьем, благополучием и мирным небом над головой. С праздником Курбан-Байран! Мусульмане во всем мире отмечают Курбан-Байран, праздник жертвоприношения, один из наиважнейших в исламской культуре. В России и в регионах с компактным проживанием мусульман этот день является официальным выходным. Церемонии по случаю праздника начинаются ранним утром с первых солнечных лучей. По традиции первым делом верующие направляются мечей для совершения коллективной праздничной молитвы. О том, как встречает Курбан-Байран в республике, расскажет наш корреспондент Хамзанур Магомедов. Главный праздник мусульман – Курбан-Байран. С раннего утра верующие спешат к главной мечети Махачкалы, чтобы совершить праздничную молитву. Здесь собрались тысячи людей, все вместе они прославляют Всевышнего и молятся за благополучие. Имам столичной мечети обратился к прихожанам с наставлением и напоминанием о значимости праздника. Это день, о котором Морок, саллиллаху алейху алейху ассалям, сказал «Инна аудару аль-ябирим салллахи таба аудару ата'ала яум нахри ва яум муль-корри». Поистине, самый великий из дней у Всевышнего Аллаха – это день жертвопритащения, а затем следующий день. «Этот праздник более величественный, даже чем у Роза Байрам. А самым достойным, лучшим и самым любимым для Всевышнего Аллаха из всех благих деяний в этот праздничный день является приносение в жертву урбан жертвенного животного». После обращения имама верующие приступили к коллективной молитве. Праздничный намаз считается особо желательным в исламе. По его завершению верующие начали поздравлять друг друга и обмениваться добрыми пожеланиями. «Самый великий праздник мусульман, самый великий – это единение мусульман. Это завершение всего хаджа. Самое любимое дело для Всевышнего – это жертвоприношение. Конечно, это планируется, без этого нельзя. В каждой семье хотя бы один баран должен быть порезан и покушать, угостить, раздать и так далее. В таком плане». «Курбан Байрам, я поздравляю всех мусульман Дагестана с этим светлым праздником. Пусть Аллах даст всем здоровье, даст всем сабар. И мир будет во всем мире, в Дагестане в первую очередь, иншаллах. Братство было, чтобы между нашими мусульманами всем. Всех искренне поздравляю. Пусть счастье будет во всех семьях, иншаллах. Баракат будет в каждой семье. «Всех семей поздравляю прекрасным днем. Желаю крепкого здоровья, благополучия, всего хорошего. Желаю, что взбылось в этом году». «Радость, я с детства помню, с детства уже. За баранами поднимались горы, спускались. И такая радость была. У всех ждали Курбан Байрам. Такой праздник, который уже остался в сердцах. И который мы будем сопровожать до конца своих дней». «Как вы планируете отметить эти дни? «Мы сейчас поедем, старших поздравить, поедем вместе с ребятами. Завтра хочу в село поехать, там тоже порезать барана. Сегодня тут будем резать. Так вот, по гостям, по друзьям ходить. Ну, получать удовольствие от праздника». Впереди у мусульман главный обряд праздника – жертвоприношение. В Махачкале для этого организовали три спецплощадки. На территории старого ипподрома, рядом с духовным центром имени пророка Иссы. И возле района Кирго, которую мы и посетили. «Овцы и бараны главные на этом торжестве. Здесь они представлены самые разнообразные. От тощих до мессистых. И каждый из них призван стать причиной спасения верующего в судный день». Выбор жертвенного животного здесь достаточно большой. Представлены даже верблюды. В основном овец и баранов привозят из горных районов республики. «Барашки из Чародинского района, в Усахо-Горный район. Чистые, экологически чистые, поливные. А так порода одна и тоже меринос. «Килограмм, вес, 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 сколько приблизительно?» «Смотря каким клиентам, у кого денег мало, тем меньше. У кого много, тем больше». Ценовая категория разная. Начиная от 9 тысяч и выше. В зависимости от состояния и массы животного. Каждый выбирает по своим возможностям. «Нам посчастливилось сегодня прийти сюда, выбрать барашку. Надеемся, что Всевышний примет наш хурбан. Всех поздравляем с этим благочестивым праздником. Желаем, чтобы Всевышний просил грехи. В данном случае барашку мы будем резать за отца. Во второй половине дня постараемся за себя порезать, чтобы Всевышний принял». Здесь для удобства посетителей работают специалисты по закланию и разделке туши. Перед жертвоприношением прославляют Господа. «Аллаху акбару кабира, вальхамду лиллахи кафира, ва субахана Аллахи букрата ва асила». «Резчиков здесь порядка 150 человек. Обслуживающий персонал здесь, волонтерам, где-то человек 200. И помимо них еще есть, которые на стоянке регулируют движение, их тоже человек порядка 100-200 человек. Это совместно с городскими службами, ветеринарную службу, они осматривают, проверяют, откуда бараны пришли, у всех ли справки по системе Меркурия, они их проверяют, чтобы больные не попали бараны сюда. «В праздничные дни обычно у нас вот здесь забой бывает порядка 5000 баранов. И чтобы люди чувствовали праздничное настроение, мы вот каждый год оформление все лучше и лучше делаем. В этом году сделали фестиваль мяса, скачки, это все вот для удобства людей, чтобы вот не только они пришли порезали, с детьми могут прийти и посмотреть, вот это все делается, чтобы атмосфера праздничная была». Праздник Курбан-Байран призван объединить мусульман, укрепить узы братства и любви, а также это прекрасная возможность накормить бедных и обездоленных. Отпраздновать с родными и заколоть жертвенное животное можно будет до захода солнца 12 июля, отмечают ученые ислама. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. На неделе в Махачкале в конно-спортивном комплексе «Зебра» в честь главного мусульманского праздника Курбан-Байрам состоялась грандиозная местная ярмарка. Организаторы постарались на славу и помимо самой ярмарки от ведущих рестораторов города, организовали для гостей и участников мероприятия концертную программу с участием известных исполнителей нашидов и бесплатные угощения. Кульминацией же торжества стали два заезда впечатляющих скачек. Подробнее о мероприятии расскажет Карим Даниев. Дорогие гости, с вашего позволения разрешите наше сегодняшнее торжество считать открытым. Салам алейкум, добрый день, хорошего дня, хорошего настроения всем. Масштабно, увлекательно и познавательно. В этот день в развлекательном комплексе «Зебра» гостям была представлена хорошо организованная праздничная программа. Свыше трех тысяч человек пришли, чтобы провести Курбан-Байрам в кругу семьи и близких. На радость зрителям здесь выступали исполнители нашидов. Акробаты демонстрировали невероятную сноровку. Жакеи гнали своих породистых коней на скачках. А повара, в свою очередь, готовили на всех гостей мясо и плов в самом большом казане Дагестана, рассчитанного на четыре тысячи человек. Организаторы постарались на славу. В первую очередь, я бы хотел обратиться ко всем и поздравить всех дагестанцев, всех мусульман мира с этим замечательным праздником, самым главным праздником для мусульман – Курбан-Байрам. И раз этот праздник такой величественный, конечно же, хотелось его торжественно отметить. Я думаю, что у нас сегодня получилось. Скажем, когда масштабно, всегда, конечно, ответственно. И это мероприятие тоже было таким же. Было много вопросов, но я думаю, что справились, скажем так. В Дагестан на этот великий праздник приехали гости и делегации из разных республик. Одним из участников мероприятия стал исполнитель Нашидов из Татарстана. Он привез для нашего зрителя свои лучшие стихи, в которых воспевал Всевышнего, религию и пророка, мир ему. Знаете, я уже сколько лет знаком с вашими ребятами, Гамзалавом, Исухом. Виделись в Москве и в Тарах. И они всегда меня приглашали сюда. Вот благодаря Всевышнему Аллаху, да, вот такой праздничный день я встретил здесь, в такой прекрасной земле. Я просто влюблен, влюбился в Дагестан. Пока еще я, конечно, мало что увидел, но мне это все нравится. Вся духовное состояние, братство, вот как вы празднуете вот такие праздники. Прямо мне эмоции. Сказать, что присутствующие были довольны, это ничего не сказать. Горожане и гости Махачкалы были рады провести праздник всей семьей, а туристы впечатлены насыщенным колоритом республики. Настроение отличное, мероприятие тоже очень нравится, альхамдуллах, все хорошо. Пришли вот где-то за час до мероприятия, узнали о нем, и решили с семьей выбраться, да, приехали, посидели. Хотел бы их, чтобы вот таких мероприятий было побольше, именно что именно Курбан-Байран, наш праздник, чтобы он как-то выделялся среди других праздников, чтобы люди больше ждали этот праздник и посещали именно вот такие мероприятия, связанные с нашими праздниками. Это первый раз мы присутствуем на такой празднике, ну я, по крайней мере, на таком празднике. Про праздник Курбан-Байран, ну как, ну это известно, это конец Лицпо. А вот здесь, в Дагестане, мы сами первый раз, на таком празднике первый раз. Очень интересно, ну красиво, великолепно. На мероприятии было много и официальных лиц. Среди них чиновники администрации главы и правительства, члены регионального Кабмина, депутаты Народного собрания и представители министерств и ведомств. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Ситуация вокруг поправок Конституции Дагестана не стихает уже на протяжении нескольких недель. По этому поводу в минувшую среду в Общественной Палате Республики состоялось расширенное заседание. Особую тревогу у общественников вызывает вопрос территориальной целостности региона, за которую, согласно предлагаемым изменениям, больше не будет отвечать глава республики. Депутаты и чиновники заверяют, что беспокоиться не о чем. Однако журналисты и эксперты не совсем с этим согласны. Более подробно о дискуссиях расскажут наши корреспонденты. Общественники и за и против поправок Конституции Республики Дагестан. Напомним, законопроект пока принят в первом чтении депутатами Народного собрания. Участники дискуссии разошлись во мнениях. Большинство экспертов убеждены, что обсуждать изменения надо было до, а не после. Мы дополним свои поправки новыми аргументациями. Вот, пожалуйста, дайте, внесите. Мы это сделаем. Если вы согласны, мы вместе поработаем. Если нет такой установки, вместе работать, это уже другое дело. Но я вижу, у вас есть такая установка, есть такая... Я ни с кем не разговаривал. Я вам честно говорю, никто со мной не говорил. Мероприятие почему-то проигнорировал полпредглавы в Народном собрании Нюсред Омаров. Он, как выяснилось, тоже был приглашен. Заместителю министра юстиции пришлось держать ответ и за себя, и за тех, кто не пришел. Поправка, она носит скорее технический характер. Потому что, ну, вы же сами понимаете, у нас все-таки Российская Федерация – это единое государство. И в Российской Федерации, и президент Российской Федерации об этом неоднократно говорил, должно обеспечиваться единое правовое пространство. Единое правовое пространство предполагает, что иерархия правовых норм, она выдерживается. И если вопрос уже урегулирован и реально отнесен к компетенции федеральных органов государственной власти, у субъектов такие положения в законодательстве содержаться не должны. Получасовой правовой ликбез Сергея Караченцева прервал не меньше знающий про законы Расул Кадиев. Юрист обратил внимание на то, что органы власти не направили в общественную палату надлежащего ответчика. И более того, не представили, как положено делать в таких случаях свои аргументы в документальном виде. По сути, Кадиев корректно обнулил выступление чиновника. Вы же с самого начала нам здесь все объяснили. Закон на конституции чей? Чей закон? Это ваш закон, чиновников. Это не граждан. Вы сами его придумывали. Вы с экспертов не советовались. Вы с людьми не советовались. Вы его сюда даже не принесли. Все, что вы сейчас говорите, в пояснительной записке нет. Нет, точно. Председатель же общественной палаты, надо отдать ему должное, не отпускал ни к дискуссии. Вовремя прервал острую полемику и возвращал всех к сути вопроса, который звучал примерно следующим образом. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Однако нашлись и те, кто выразил несогласие с такой формой проведения дискуссии. Вы не осуждали эти подразделения. Если хотите, я вас решаю, вы решили общественных наблюдателей готовить. Я вас решаю снова. Мы не тот орган, который принимает решения. Мы не тот орган, который отклоняет или же поддерживает. Мы тот орган, после нашего обсуждения, мы с учетом высказанного мнения, мы здесь голосовать не голосуем, ничего не принимаем. Но с учетом общественного мнения даем рекомендации тому же народному собранию. Чтобы они учли при обсуждении этой проблемы во втором чтении, учли мнение той аудитории, которая обсуждала и высказывала вот это мнение. Вопрос территориальной целостности региона в зоне ответственности федерального центра. Это, пожалуй, был единственный железный аргумент сторонников принятия поправок. До принятия законопроекта во втором чтении есть еще время. Будут ли до этого учтены замечания и пожелания экспертного сообщества, узнаем не скоро. Депутаты, которые хочется верить не меньше, общественников беспокоятся за судьбу Дагестана, сейчас на летних каникулах. Лориана Шимхалаева, Арсен Набиев, Дауд Гасанов, новости ННТ, Махачкала. Времени на операцию меньше, а восстановление быстрее. И все это бесплатно. Хирурги Третьей городской клинической больницы проводят успешные операции по удалению грыж с использованием уникальных технологий. К слову, это не единственная медицинская услуга, оказываемая лечебным учреждением. Именно поэтому клиника востребована у большого количества пациентов. Продолжение темы в сюжете по теме от Ханаповой. Удаление большой грыжи через маленькие проколы. Суть новой методики – провести хирургическое вмешательство не с помощью открытой операции, а через небольшие сквозные отверстия. Работа проводится посредством эндоскопа. В него монтирован видеоконтроллер, который для хирурга как вторая пара глаз. Сейчас первая у нас операция. Мы выполняем оперативное вмешательство на желудке. В общем-то, у нас грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Мы ее корригируем у пациента. У этого метода много преимуществ. Сокращается время самой операции и реабилитационного периода. Кроме того, такие вмешательства можно применять и к пациентам старшего поколения, которым открытые операции, наркоз часто бывают противопоказаны. 97% всех вмешательств, проводимых в стенах третьегородской, проводятся именно по этому методу. И самое главное – пациенты довольны. Все спрашивают, почему именно эта больница. У меня спрашивали многие, почему именно эта больница. Я говорила, я не знаю почему, но я хотела эту больницу в первую очередь, потому что я сюда приходила на консультацию, с хирургами общалась, и их подход, как они смотрят, как они советуют, что делать, что как, это тоже понравилось. Всем рекомендовал бы, потому что, не знаю, персонал и сами врачи очень хорошие, отзывчивые. По тему от Магомедова перенесла 8 операций по пупочной грыжи. Проходили они в самых разных клиниках России, но не помогала. Через каждые полгода происходил рецидив. Женщина признается, что всегда тяжело отходила после вмешательства. Девятую по счету операцию женщина решила провести в третьей городской больнице по новой методике. Говорит, не зря. Проснулась, вот как стеклушка. Реально я проснулась, такое ощущение было, что я его не делала. Утром меня в палату привезли, тот же день я встала, там я не могла вставать тоже. Я 3-4 дня лежала, ходить тоже, ну все время в поясе. Вот сейчас вот я на боку могу лечь на все. Но они тоже сказали, что больше ты к нам не попадешь. Надежда только на это. Важно отметить, что медицинская помощь в стенах больницы оказывается бесплатно по полису ОМС и не только по профилю хирургии, но и по кардиологии, неврологии, терапии и гинекологии. Ну, ежегодно мы проводим порядка 700-800 операций. Эта операция преимущественно малоинвазивным доступом. Мы ее строили, строили эту работу, строили по самым строгим и по самым современным требованиям, которые предъявляют к европейским клиникам. И за этот период, это порядка более четырех лет, нам удалось выполнить достаточно большой спектр вмешательств. Внедрили мы очень много малоинвазивных хирургических операций, онкологических операций в том числе. Мы тут, мы оперируем в том числе и гинекологию малоинвазивным доступом. Все варианты оперативных вмешательств выполняем. У нас есть достаточно опытные гинекологи, совместно с ними работаем. В лечебном учреждении представлены все необходимые виды диагностического обследования, в частности, компьютерная томография, УЗИ, стоматологическая помощь, а также эндоскопическое исследование. Благодаря поддержке Министерства здравоохранения Республики Дагестан и Фонда обязательного медицинского страхования, в этом году оказывается бесплатная медицинская помощь. В больнице работает 163 человека, из которых 56 приняты в этом году в связи с увеличением государственного задания. Больница гордится своим кадровым потенциалом, среди которых работают доктора и кандидаты медицинских наук. В этом году у нас приняты сотрудники, врачи, имеющие опыт работы в Санкт-Петербурге, в Москве, Липецке, Ставрополе, в Самаре и других городах. Всего на базе медицинского учреждения около 300 койко-мест. С начала года в больнице прошли лечение более тысячи пациентов. В этом от Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкало. Это были итоги недели на ННТ от лица нашей телекомпании. Поздравляю всех мусульман с праздником Курбан-Байрам. Пусть все молитвы и добрые деяния будут приняты Всевышним. Увидимся на следующих выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова